Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живо дарова, Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живо дарова. Многомилостив Господь и Бог наш, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому. Дару Господи, чтобы все Твои слова через толкование святых наших отцов легли на наше сердце, перешли на руки наши через разум, уразумение. Дару Господи, чтобы это все, что мы сейчас делаем, помогло еще многим прийти к Тебе, Господу и Творцу, и нам самим не остаться неверующими, но искренними христианами, искренними чадами Твоими. Помоги тем братьям, которые сейчас не с нами, чтобы их время, их разум, дела всегда служили для прославления Митвы Святого. Помоги Игнатию, брату нашему, наставнику, батюшке нашему, в путешествии. Тем, кто путешествует, помоги им, Господи, трудиться. Не даруй, Господи, каких, чтобы козни дьявольские и человеческие испытания превозмогли. Слава Тебе за все, Отец и на Святой Дух. Аминь. Евангелие от Матфея, 8 глава, 3-4 стих. Иисус, простершу руку, коснулся его и сказал, хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему, Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и пронеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. В толковании Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что Он, Христос, не связан с законом, запрещающим прикасаться к прокаженному. Но что Он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого, и что святая плоть его сообщает о священии. Впрочем, убегая от славы, повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику. Потому что, если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. При всем во свидетельство иудеям Христос велись принести дар, как бы так говоря, когда меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом. Левит 13,46, 14,2 и 4,10. В этом говорится. Можно зачитать? Левит 13,46, 14,5. Скажем, ты куда еще? Не, нельзя, ничего. В ладо стопает. Что там левит вам? Левит 13,46. Левит 13,46. Левит 13,46, 15,5. Левит 13,46, 15,5. Он, он должен жить отдельно, вне странно жилища его. Евангелие от Матфея. Или что-то по глухолосу почитаем. Вот. Исцелил Христос от проказа, прокаженного. И сказал, попросил его никому не рассказывать и принести дак, как он повелел Моисей. Да ты и читай. Там дальше будет видно. Евангелие от Матфея, 8 глава, 5-6 стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Толкование. И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит Евангелист Лука, 7 главе 2 стихе. Когда Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, то это не противоречит словам Евангелия Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было вероятно так, что сначала он послал других, а потом, когда выяснилась опасность смерти, Возвысилась. Потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Есть что-то сказать? У меня вот есть небольшое слово. Я вот еще по 3-4 стиху в конце толкования, что Господь все делал, почему отправлялся к священникам? Чтобы во свидетельство, чтобы потом другие люди говорили, что он не нарушитель закона, хотя его в этом обвиняли. В субботу и так далее там нарушают. И мы точно так же, когда благовестуем людям о Христе, кому-то сектантах, мы всегда им говорим, иди в церковь, иди к священнику, то есть на исповедь. То есть этим самым показывает, куда мы ведем людей. Мы их никуда не уводим из церкови. Многие нас обвиняют в ересе, в сектантстве. А наоборот, людей направляем в церковь Христову. Вот такие вот у меня мысли. Ну, к этим мыслям еще и толкование Златоуста добавим. Что его свидетельство, что значит в обличение, в обвинение и в доказательство. То есть брат сказал про доказательство, а тут еще есть и обличение и обвинение священников одновременно. Почему не они-то ходят сами, а брат вот, который сейчас говорил нам, он как раз и ходит и рассказывает людям. Почему не они занятия-то ведут? Я, ну ладно, я чтец еще там, худо-бедно. Не имею тоже был чтец, но братья, которые простые миряне, да даже сестры, активные участники. Почему нету ни одного священника, ни одного дьякона? Нету. Все это было уже. И Господь говорит обличение, обвинение, если они не захотят вразумиться. А никто пока не хочет вразумляться. Очень мало людей, кто хочет вразумиться. А почему? Дальше. Именно, когда они скажут, мы преследуем его как соблазнителя и обманщика, как богопротивника и законопреступника, тогда говорит Христос, ты засвидетельствуй обо мне, что я не преступник закона, потому что исцелив тебя, отсылай к закону и на суд священников. А поступить таким образом, свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним постановлениям. Древним постановлениям. Что значит древние постановления? Когда говорит Златоуст эти слова? Кто сказал? Когда сказал? Кому сказал? И зачем сказал? Ответим на эти четыре вопроса наивознейшие. Кто сказал? Христос. Нет, сказал Златоуст. Кто сказал? Кому сказал? В четвертом веке. Кому говорит он это? В четвертом веке. Да, когда живут в Златоуст? Надо знать. Да. До этого какие были соборы или нет? Были апостольские правила уже. Угу. И были два собора. Два или один собор был? Сколько? Один был. Хотя уже два было. Да нет, наверное, все-таки два. Два было. Да, два собора было. Два собора. Какого года? 325-го. Первый собор. А второй какого года был? 43-й. Нет. 385-й. 381-й. Да, первый. В этот момент Иоанн Златоуст был переведен из Антиохии, где он был дьяконом. Константинополь. Дьяконом. Его поставили священником и тут же переводят, вы дали его дар слова, в Константинополь. В Царьград, где его ставят чуть ли не патриархом. Тогда это было митрополия. Вот так вот. Так что он говорит уже о сопротивлении еще древним законам. Кому эти обличения идут? Кто сопротивляется древним законам? Мы вот с братьями взяли и сейчас начали апостольские правила. Давайте с апостольских правил начнем. Сколько? Из двадцати четырех правил семь мы уже отметили. Из них три правила мы ставим вопрос, мы вообще их не понимаем, эти правила. Ну нам там сказали, что надо Нилоша читать, Нилош там все разумительно говорит и так далее. Но извините, на правила еще и другие правила, и под правила, и Талмуд уже получился. Эти правила, они ясно должны все выражать. Кто читал правила, там все понятно написано, для кого и так далее. Во сколько лет ставить? А у нас это никто не исполняет. И даже от стыда глаза не опустят. У мамы фотография у моей, она в Бугачево живет, под Красноярском, там в одном километре деревня. Можно сказать, город слитый. И там у них священники приезжают, уже там шестой или седьмой. И она фотографию показывает, такой парнишка, молоденький такой, ну вот как Никита наш, наверное. Ну только бородки вот такая вот стрижная. Вот так вот повис на ней, на маме повис, и еще там на одной женщине, вот так вот. И вот так вот зубы скалят. Я говорю, мам, это же в церкви напротив алтаря, главное все происходит. И рядом бритый мужик стоит. Она говорит, ну вот бритый мужик, это человек, он бывший моряк там, офицер. Он первый начал собирать деньги на строительство храма. Сам большую сумму дал, и там они построили в Бугачево храм. Я говорю, а это кто молодой такой, резвый? А это, говорит, наш новенький священник, молоденький. Я говорю, я не понял, а что он повис-то на вас? Обнимается, как, вы знаете, мирские люди. Вот так кого-то, вот через шею уже, вот так. Я говорю, мам, мне-то не позволительно. А я и сама думаю, что это он так как бы... Ну и вообще, и женщины наши тоже так с ним разговаривают, как с пацаном, мол. Гоняют его туда, там, ты куда пошел там? Там отец Александр. О, Господи, как милая. То есть, оно с одной стороны доходит до того, что священники выступают как львы в своем семействе, как какие-то князья. А в другом вот это понебратство. То есть, они понимают, что они моложе, понимают, что они глупее в житейских отношениях. А Библия никого не волнует. Он и сам ее не покажет, и ему никто не покажет. И вот так вот живут непонятно в чем. Какое-то духовное прелюбодеяние или духовный блуд там, как хотите называйте. И вот тут и нужны обличения, нужны обвинения. Почему Христос и посылает его? Чтобы там они вздрогнули. Как так? Неужели такой пророк появился? И они вздрогнули, когда Игнат Игныч появился и начал заставлять проповедь говорить. Ну как заставлять? Как может просто? Проповедь должна быть по канонам церкви. Да и как, да по совести. Как это твои посомы? Как ты будешь в глаза смотреть Господу на страшном суде, если за твоей спиной будет колонна стоять? И у всех будет надпись ВАД. Допустим. Ну или шел широким путем. Как это святые отцы говорят. Кто как там грешил будет и кому путь куда. Над ними как Нинд говорит. Ну тут еще Златоус говорит. Вот как раз про это он и говорит, что уже древние. А сейчас все нарушается полно. Ну не полностью, а из 719 правил 413 нарушаются. Простое дело. Растительное масло у нас закончилось что ли? Да его везде полно. Нет, вазелиновое льют. Вазелиновое прозрачно полностью. Его назвали церковное или лампадное масло. На самом деле вазелиновое. Вазелиновое делается из нефти. Из всяких продуктов перегонки. А почему нельзя чистая растительная для Господа взять? То же самое восковая свеча. Ой, вот восковая, восковая мама мне. У нас тоже восковая. Глядя, видишь какой цвет. Я говорю, ну-ка дай-ка. Я взял сразу, чувствую. Я говорю, точно восковая? Ну да. А ты нюхала? А зачем ее нюхать? Я так беру, накоточком как. А-а-а-а. А накоточком-то она не лут. А восковая легонько накоточком луткнула. Она раз и продавилась. И от нее запах благоухания-то какое идет. Пчелки поработали. Все чистое для Господа. Как сказано у левитов. Чистое, отвечать, от нечистого нужно. У нас и этого даже простого нету. Не то, что там о торговле. Деньги все несут в церковь. И батюшки спокойно этим только и занимаются. Вот. С камня на обе. Священник Павел Ермоленко. Так он рассказывает. После того, как, говорит, в церкви был. И вот у нас он поблал там на службе везде там. Ну, в общем. И говорит, как-то у вас, говорит, все вообще до такой степени духовно. У нас, говорит, в церкви, поверь, ничего духовного нету. Начиная от порога и заканчивая там у архиереи где-то в доме. Ничего духовного вообще нету. Разговор только об одном. Где достать средства? Денег где достать. И все время почему-то много надо. Все время много. Что-то строится, строится. И люди, вот сами священники и люди, они друг от друга живут. Нету приходов даже. Об общине вообще не говорим. Община – это недосягаемое. И вспомните, сколько слова «община» находится не под запретом уже. Сколько? Ну, лет пять. А до этого просто скажешь, я из общины. А, сектант уже, все. Это сейчас как-то слово «община» начало. Начал Патриарх Кирилл говорить. Да. Общины. И все сразу общины, общины запели. Общины. А где они общины? Да. Вот. Никита. Возвращается. Возвращается. Едет из… С Киева-то летел, да? С Киева, да. С Киева, да. С Киева едет. Его там тормозят на таможне. И куда-то собрался он. В общину. Куда в общину? В России. У нас что, общины нету, что ли здесь? Религиозных, нормальных. Он говорит, таких нету. Ну, я не знаю, что они там удивились, че шо. Но, однако, отпустили его. С миром. С миром, можно сказать. Ну, не ударили, ничего. Поехал. И даже предателем не назвали, да? Ну, подыскивали слегка, но я засвидетельствовал. Они поняли. Они поняли, что да, серьезный малыш. У нас так часто бывало. Помните, кто-то ходил в военкомат, когда давали… Мы же даем такое заявление, что мы отказываемся от присяги. Те, кто присягу принимал. Я считал, да. И вот туда идем. И там тоже, когда свидетельствуешь, что… Вот у меня так же было тоже. Я засвидетельствовал там врачам. Все, прошел. Отдал бумагу. Мне поставили штамп. Все. Я взял себе этот экземпляр. А тот военкомат. Я говорю, можно ему? Прямо прочитаю. А секретарша взяла, прочитала и говорит, да ладно. Нормально, говорит, все. Написал. Я говорю, передо мной все. Я говорю, ну слава Богу. То есть, не пришлось ни там оправдываться, ничего. И у многих так постоянно, Господь, когда свидетельствуешь на Христе. Я не знаю, вот это как раз об этом и говорит Господь. Засвидетельствуй. Засвидетельствуй. Это значит, ты пришел и исповедал перед священником свою веру в Господа. Священникам некогда. Они же не друзья наши какие-то. Хотя должны быть друзьями и братьями. Поэтому, как бы, вот так вот Господь и сказал. А ведь, на самом деле, здесь мы видим обличение уже от Господа священником. Почему священники не ходили, допустим, вот к этим людям, которые жили отдельно. Вот нигде мы этого не видим. Вот как в Иуде Бенгур. Смотрим. И там они все валяются. Ну где кто там в этой пещере. И вот Иуда уже на все плюнул и идет искать своих родителей. И он там не должен быть. Его бы подвели камнями. Но как бы уже новозаветное время мы видим. И человек исполнил веры уже веры в Господа. Еще раз. Не надо давить еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Все. Не надо больше трогать эти кнопки. Так маленький уже. Сколько нажимает. И вот он там. И он там ходит. И как поступают. Как должны поступать священники. Ну ладно. Далеко там эти прокаженные. Ну они же высоко. Ну подошел на такое расстояние. Которое можно. И благовествуем. Рассказывай добрые слова этим людям. Которые уже погибают. Это. Вот оно и будет свидетельство для людей. Нет. Мы этого ничего не видим. Каждый живет для себя. Прошел. Там израненный лежит. Нормальный иудей. Ну израненный. Я видел. Человек падает на улице. Никто не подходит к нему. Пожилой. Ну видно пожилой. Что он там. Алкаш или что. Но я не успел. Как говорится. Первый оказать милость. Честно признаюсь. Я только к нему кинулся. А он около дерева упал. Там знаете. Где вот железные такие. Внизу. Как это. Под деревом. Как ограждение. Такие железные. И он туда так завалился. Я. Посмотрел. Вижу. Никого. Ну я думал. Может там. Рядом кто то есть. Там милиция или что. Нету никого. Я туда только кинулся. Вижу. Там уже женщина. С другой стороны. Перешла. Подошла кинул. Я тоже подошел. Что такое. Она до сердца. У меня говорит. Таблетка есть. До стола. Кивали долом. Вот она. В рот запихнула. Ну там вызвали. Все это. Скорая. А есть люди прям валяются. Кто то вот рассказывал. Съемки были. Сделал съемки. И смотрел. Сколько человеку. Вообще никто не подходит. Тоже пожилой человек. Завалился. У него это. Ну. Минсульт. Да. Случился на улице. И причем зимой главное. Еще. Уж зимой. Даже если пьяница лежит. Зима. Обязательно нужно вызвать. Оказать милость. Ну. Мы не говорим ведь о прокаженных. Но у нас за место прокаженных. То пьяные. То. Блин. Но вообще за место прокаженных. Это все люди. Ну. Все прокаженные уже. И вот. Нет. Не был. Я еще не видел ни одного действующего священника. Который бы вышел. И благовестовал. Пока еще ни одного не видел. Отец Павел Моленко когда благовестовал с нами. Он был под запрещением. Поэтому. Это как бы не то. Отец Нафанаил. Он не служил тогда. Потому что он был рукоположен 18 лет. И он согласился. А в 25 он пришел к нам. И он согласился до 30 лет. Не быть. Не священно действовать. И выдержал это все. Но выдержав. Потерял монашество. Жудился. То есть как то нам все это. Нет у нас. Такого человека. Который вот. Будучи священником. Сохранил себя. Ну. Полностью. А ведь. Любой священник бы подошел нам. Только бы он покаялся. И перед Евангелем склонил голову. И все. Но священник. Когда начинаешь обличать. У них. Начинается. Какой то перелом. Необыкновенный. Так. Сатана только может действовать. Не Господь. Господь действует. Когда на человека. Господь кается. А не никто не кается. Они становятся. В какую то позу. Необыкновенную. Как. Рассказывали. Когда. К нам приходил. Погиблов. С этим. С Александром. Войтовичем. Он вот так прям. Распахнул. Он сидел. В мантии. Так. Ну такая. Как перелина тут. Вот такая. И завязан здесь. Видал. И тут. У него. Шапка. Такая. Круглая. И он сидел. Когда разговаривал. И когда Лена. Ну и говорили о крещении. Что не крестят. Елена подала голос. И говорит. Меня так же. Оболванием там. А мы обмочили меня. И все. И не сказали ничего. Она так разговаривает. Он такой. Что. Что я слышу. Женщина подала голос. Это у вас. Это у вас. Ваша общая. Где такая дисциплина. Как будто мы ходим по расписанию. Как немцы воевать. Я думаю. Ну что ж ты так думал. И он вот так вот. Шнурок этот дергает. Никогда не поймешь. Черт не будет. Вот так. Дергал шнурок. Да вы знаете. С кем вы разговариваете. Вот так вот раз. Распахнул. Видали. А у него вот так все. Красный. 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 Не видел никто. Вот так. А я видел. Вот такой красный как книга. Распахнул. А вот тут вот ордена у него висят. Ой. На таких узких. Там крест какой-то. Какая-то медалька. Еще. И он. Видите. Я академию закончил. У него правда какой-то тут ромп. Ну и что. Видите. Академию духовную закончил. Как вы смеете тут что-то мне противоречить. Вы. Игнатий Тихонович. Такой духовной высоты человек. И у вас. Женщины разговаривают. Там перед бабками у себя в церкви. Южон ходит. Когда начинает молочко пить. Да хоть залейтесь молочком. Только ко мне. Ко мне я вам скажу. Хорошую. Прекрасную проповедь. А как только. В духовном обществе попал. Хоп. Размахайка такая. Вот он я кто. О. Видал. Я духовный. Я заканчивал. Ты кто такой. Ты пониже. Пригнись к тебе. Сейчас расскажу. Кто ты есть. И до такой степени. Сразу. Понятно с кем ты разговариваешь. И все. На повышение взяли. Из Нового Алтайска. Сразу. В Ленинград. В Петербург. Сейчас он там будет. Духовно. Поднимать кого-то. В общем так. О духовном поднятии никто не говорит. Главное. Что ты исполнил то. Что тебе сказал. Выше тебя стоящий. Все исполнил. И когда мы со священниками разговаривали. С монахами. И говорили. Что выше. Каноны церковные. Или епископ. Который тебе скажет. Как один. Епископ. Как один. Митрополит. Как один. Патриарх. Ну и что патриарх. Ну сказал. Крестите. И никто не крестит. Ах какие. То есть шашки рубить. Молодцы. Ну просто словом. Но исполнять. Нету ничего. И Господь дальше говорит златоустам. А что он это предвидел. Сейчас извините. Если же такое соблюдение закона не могло доставить им никакой пользы. То отсюда еще более должно заключить о его уважении к закону. Так как он. Хотя и предвидел. Что они этим случаем. Немало не воспользуются. Однако же исполнил все то. Что только зависело от него. То есть Христос уже. А что Господь это предвидел. Видно из его слов. Когда он говорит. Для направления их. Или для научения. Но во свидетельство. То есть в обвинение. В обличение. И в доказательство того. Что я все. Для тебя сделал. И хотя я. Предвидел. Что они не исправятся. Но не взирая и на это. Я не оставил без исполнения того. Что надлежало мне сделать. А они остались пребывать. В своем. Нечестие. Это вообще. О чем мы читаем. Я не могу понять. Вы понимаете. В чем дело. То есть. Господь. Отправляет. К священникам. Прокаженного. Которого. Он исцелил. И теперь мы читаем. Об их обличении. Это вообще. И только об обличении. Обвинении. Обличении. И причем. Останутся в своем нечестии. Подождите. Вы же. Вроде про прокаженных. Тут говорим. Ничего подобного. Про священников. Идет разговор. То есть. Христос. Занимается. И своим. Как бы делом. И он говорит. Вот. Свидетельство. Вы должны. Прокаженных. Выводить из этой напасти. А не я. А теперь. А почему. Да почему. Сейчас узнаете. Почему. Вы сейчас же меня гнать будете. Ну. Вот. Ты какой гордый. Много знаешь. А что делать. А что делать. Вы по другому не можете. Вы не можете. Я то такими остаюсь всегда. Я же не могу. Ээээ. Человека. Который просит у меня. Спасения. Оттолкнуть. Я же. Господь. Вы понимаете. Так а мы что. Мы кто такие. Мы же. Перед Богом. Как нечистые. Мы же грешники. Подожди. Подожди. Вы же в другой момент говорите. Когда. Перед язычниками. Мы народ Божий. Вы так же. Все это. А теперь. Когда нужно исполнить. Когда вас обличают, сразу, да мы грешные, многогрешные Когда надо, сузились Когда не надо, расширились Как многоветвистое дерево Пустили везде корни, машины у всех Хорошо живут, пиршествуют блистательно А народ вокруг, как рассеянные чадо Ходит по этим иконкам Маме звоню, мама, как там? Ой, вчера была раненница, вот вторник Ходила в церковь Я говорю, что там дело? Да Лене некогда, Лена это торговка в храме И я там ей помогала Я говорю, я не понял, ты что торговала? Да нет, там у нас не так, у нас там свечи лежат Люди подходят, сами берут сколько надо И там деньги оставляют Я говорю, а ты за сдачей смотришь, да? Ну да, ну то есть ты не торгуешь Ну это же не я, они сами там кладут, понимаешь, вы кладут А я просто посмотрю, чтобы не ушло Я говорю, мам, ты торговлей занимаешься, ты торговка со стороны Да нет, это не главное, а главное в чем? Ой, сынок, никто ничего не знает Ой, 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 никто ничего не знает И таким, значит, спокойным голосом Никто ничего не знает Я говорю, а кто ничего не знает-то? Даже не знают, через какое плечо свечку подавать Я говорю, и не знают, где канун И не знают, где за упокой И не знают, где за здраво Ой, сынок, ничего не знают Я говорю, и ты в церкви стоишь И немало не сомневаясь Своим языком направляешь их Она Это ты что, с сарказмом со мной, что ли тут начинаешь говорить? Я говорю, я что-то не понял Ты к нам приезжаешь, получаешь научение Все понимаешь Но у нас же не такая, как у вас община Это вы там одни на всю вселенную А мы-то простые люди Мы вот делаем как все Я говорю, а если как все в ад? И ты туда же? Как все? А почему тогда ты крестилась у зарубежного священника? А тебя никто там в этой московской патриархии не крестил И она у зарубежного священника покрестилась, отца Константина И теперь она ходит спокойно в московскую патриархию, причащается Как? Как здравствуйте! Еще меня же обвиняют Ну что ты меня там оставил одну вот на это Мне далеко туда ездить и так далее Да хоть куда ты ездишь Тебя человек крестил троекратным погружением Он вошел в твое положение Он сознает, что такое истинное крещение Хотя бы в этом правильное направление началось Дальше у него служба У него служба 5 часов Не, ну подожди, ты там крестилась Теперь трудись Ну он со страбляческим уклоном любитель Ну и что? Все плохого-то в этом Ну молись с ним А когда я был Он забыл о них Забыл Он прибегает с работы своей утром Я здесь уже в 9 часов Он прибегает, он охранником там И такой Ой, все, все, что-то устал Сейчас чайку попью Устал, сейчас помолимся Подождите Я говорю Ну а что, пока отец Константин Наверное, давайте откроем Блаженого фифилакта Он говорит, ну конечно Открываем Блаженого фифилакта И 2 часа занятия ведем И все занимаются И всем интересно Я говорю, ну что еще? Нет, нет, давай-ка еще стишочек прочтем Давай И читает сам стих, все И тут же начинает Он очень много знает Он вот как отец Андрей Старомляческий Тут обо всех все И этот тоже О митрополитах О том Об этом Все 13 этих течений Которые образовались От митрополита Лавра Все знают Где у кого сколько Чего там приходов И так далее И о нас тоже все знают О царе Акима знают Он говорит Батюшка Акима очень Благодарил Он меня, говорит Защитил перед епископом Все время На меня, говорит Клевета была А батюшка повернулся И сказал Говорит, а что, говорит Вы их послушайте Говорит, самого-то Вот он Отец Константин сидит И все, говорит Выслушали меня И тем наоборот Нарекания дали Двое там против него Клеветали Говорит, это Я, говорит Вообще Обыгнать тих ночи А батюшки, говорит Очень высокого Мне Хотел к нам приехать Но не смог И вот так вот все И раз потом встали Помолились там Ну час может Чуть побольше И все Я говорю Мам, ты бы участвовала В жизни-то церковной И батюшки у вас С молитвами А так он пришел Ну что, как с ними Занятия вести Он не знает У меня-то опыт уже есть А у него-то нету Чем заинтересовать Он понимает Что простые миряне Не будут слушать Кто там Где там Куда перешел Там и так далее Кто там Кого руку положил Это неинтересно А когда мы Именно про нас начинаем Да еще и про священников В правильном ракурсе Через Златоуста Толкование какое А никто же не подумал Даже об этом Все знают О прокаженном Все знают Что это мы согрешим Если подойдем Будем там С этим прокаженным Нас вот по Верховному Завету Как тут написано Левитом 13 глава 46 Нужно Наказать А нет Оказывается Все Почему вот Эти Протестанты Так бьются Против Верховного Закона Они говорят Верховный Закон Отменен Он не нужен Верховный Закон А Верховный Закон Наоборот Видите Как он Путеводитель Как он нам Все показывает Да Не прямо Но однако Какие примеры Великолепные Мы В тот раз Читали Пример О Елисеи Как он Неимана Исцелил Единственного В другие В другие Разы О Бахаве Читаем О Белье Какие примеры А здесь попробуем Приведи Ну кого ты Иван Семеновича И Петра Макарыча Приведешь Какого-то Пример Подобным же образом И в другом месте Спаситель говорит Матфея 24 глава 14 стих Матфея Да Матфея 24 глава Недалеко Здесь уже Там Найдите 14 стих 14 стих Прочтите Пожалуйста Тогда находящиеся В Иудее Добегут В горы Ну тут Перед этим Еще говорится Проповедана Будет Себе Евангелие Царствие По всей Вселенной Во свидетельство Всем народам И тогда Придет Конец Это 14 стих Это 14 А то я Прочитала А я Почему Не Плохо Вижу Перепутала Я смотрю Чего То есть Во свидетельство Всем языкам Которые Не послушают Не поверят Для чего же Скажут ему Всем И проповедовать Если Не все Уверуют Для того Отвечает он Чтобы виднее Было Что я Со своей стороны Исполнил Все Что до меня Касается И что После этого Никто не мог Обвинить меня В том Что он Не слыхал Слушайте Давайте Запишите Это себе Златоуст Матфея Евангелие на Матфея У тебя есть где записание Есть Ну запишите себе Вы понимаете О чем речь идет Начинаем говорить О прокаженном Оказывается О священниках А потом А где вы там Это все Вычитали Про священников Да тут только Про них и написано И о благовестии О священниках И о благовести Толкование На Четвертые Пятые Стихи Восьмой Главы Евангелия От Матфея Ну Это значит Какой том Сейчас скажу вам Это Том Седьмой Первая книга Страница 285 287 И нам будет запоминаться Да? Седьмой том Первая книга 285 287 Златоусты Это златоусты Говорит Я что могу сказать Главное не просто Рассказывают О священниках Там Что-то нехорошее А Видишь как Обличение Обличение Ну то есть мягкое Потом Обвинение Обвинение А дальше А дальше понятно Когда ты обличил Он тебя Не принял Священник Ты его обвиняешь Но вы не исполняете Вы других За собой тянете Это уже обвинение Тогда что? Тогда он тебя Начинает преследовать И тогда А когда он тебя Преследует Он начинает Подключать Вокруг всех А ту его Обложим Этого волка Видите как он И тогда ты Приводишь доказательство Написано То есть Обличение Обвинение Доказательство Приводим Ну первое стоит Обличение Не доказывают Сначала Что давайте Доказывать Нет Сначала нужно Обличить Вот тебе Там уже Каким тоном Ты будешь Обличать Как Обличение Обычно идет Еще более Спокойным Тоном Потому что Ты пытаешься Доказать Человеку Что он Может быть Повинен Если он Не принял Тогда уже Идет обвинение Обвинение Уже может быть Тон Очень Сухой И суровый Да И доказательство Доказательство Ты уже можешь Громогласно Приводить Факты Доказательства То есть закон Приводить Где нарушение Идет И так далее Но вообще Когда про Игнатих На что говорят Про священников Он говорит Возьмите Библию Найдите слово Священник И начинайте читать И все Вы поймете Поэтому Симфония Называется Такая книга Симфония Это разбор Слово Божие По отдельным словам И все И там О священстве Ничего хорошего Нету практически Ну В начале Говорится О священниках Где только Формирование Священства От Господа Это Книга Чисел Левит Второзаконие Там еще Можно кое-что Дойти Ну потому что Там Начало самое Но потом Начинается Сразу Дети Аарона Господи Помилуй Потом Там Или есть Там Ой Кошмар Вообще Его детишки И так далее Тому подобное Все Там Самуила Ай-яй-яй Пришли Самуила Твои дети Это Негодные Предакти Царя Нам И пошло И поехало Тут Там Дальше Кто такие Священники Мы все Это читали И дочитаем Иеремии Когда Шестой Главе Пророки Пророчат Ложь Сегодняшний день Вспоминаем Всех Старцев Священники Правят Народом Посредством Этой Лжи И народ Любит Это Самое Непонятное Народ Любит Это Становится Понятным Когда Начинаешь Говорить О посте Все А нам Попущено Молочко Ничего Творожок Я без творога Жить не могу Вообще Да Это Что Да Ну Народу Нравится Почему Потому что Их никто Не обличает То есть Исправление Душей Вместе Ввиду Даже Себя сравнить Когда тебя Начинают Обличать Там Даже Игнать Значит Другие Братья Кто-то Замечает Из-за Что-то Неладно Тебе внутренне Не всегда Охота Исправляться Какое-то Противление Внутри Сперва Растет А потом Поморешь И смиришь Перед этим Фактом Господи Прости Меня Виноват И Тогда Начинают Трудиться На своей Дружей Душей Так что Понятно Почему Народ А тем более Люди Если они Нерожденные Свыше Страха Божия Нету Как Соломон Пишет Начало Страх Господень Понятное Дело Почему Им это Нравится Что Никто На Нем Не Трудится И Главное Еще Хотел Добавить Здесь О Слове Божьем Слово Божье Оно Не Просто Интересно Оно Живо Оно Спасительное Слово Живо Никто Не Понимает Ну Что Такое Живо Все Понимают Живое Какое Это Общение Ну Какое Живое Общение Вот Сейчас Придумывают Разные Аттракционы Называется Реалити Шоу И Всем Это Нравится Чтобы Сам Ты Был Участником Каким Небольшим Хотя Но Ты Как В Во Все Участвовал Слово Божье Тебя Делают Участником В твоей Собственной Жизни Не сериалы Смотреть Там Санте Барбары А ты Собственный Сериал Свой Снимай Вот Как Сейчас Съемка Но Духовный Он должен Быть Сериал В твоей Жизни И Тогда До такой Степени Интересно Слово Божье Но Люди Которые Не знают Слово Божье Их На это Подвигнуть Очень Сложно Я даже Не понимаю Не представляю Как Вот Приехал Никита С Киева Сколько Никиты Доходило До тебя Вот Занятия Ты наши Смотрел Ну Слово Божье Слушал Ну Сразу Кто-ка Посмотрел Сразу Понял Что тут А Время Это Какое Было Сколько По времени Определяемся Сейчас С тех пор Кито Распустил Приехал Да По времени Сколько Какой Год Был Ну Там Месяца Восемь Прошло А Даже Года Не прошло Ну Года Не прошло Человек Начал Смотреть Занятия Там У нас Общинную Жизнь И Человек Втянулся Начал Ну Видать Этого И искал Духовного Общения И он Понимает Что Духовное Общение Он И такое Есть На самом деле Вот Мы Просто Тут Сейчас Работаем Строим У меня Гараж Так Он Это Везде Старается Духовное Сказать Он Чувствует Что Мы Просто Заработались Ему Охота Чтобы Вокруг Витало Все Духовное Но Труд Он Немножко Облагораживает Человек На самом деле Труд Он Делает Немножко Обезьян Руки Вытягиваются Нос Становится Сухой Это Точно Поэтому Конечно В перерывах Труда Обязательно Надо Молиться Обязательно Надо Слово Божие Читать Поэтому Он Кстати Он Нас Побуждает Как раз Молиться Никита Поработаем Он Все Ладно Спорится Обрат Хотел Сказать Потом Еще Главное Ты не сказала Но Уже Сказала Около Слово Божие Как Говорит Слово Божие Не только Живое Едейственное А острее Меча Острое Оно Проникает До раздрения Души Духа Составов И мозгов И судит Помышления И намерения Сердечные Вот Пожалуйста А если Человек Совершенно Не знает Слово Божие Но Он Уже Все Равно Его Судит Оно Уже Проникает Все Равно И Кого Как Проникнет Или Он Будет Ответ Даст На это И Будет Стремиться Искать Эту Истину И Слово Божие Искать И читать Ему Заниматься А другой Отвернется И не будет Заниматься Ему Его Не коснулось Может быть Вот Я помню Как касается Священников Чтобы коснулось Как раз Священники Никакой роли Не сыграли В этом У меня Дьякон Сыграл Роль Ну какую Когда я сюда ехал Барнаул Отец Михаил Фаст Сказал Вот тебе Красная Экран Вот тебе Там Много Вот тебе Трохитровая Банка Брусники Колумбской Повези Передай Здесь Моему Тестью А кто Тесть Тесть Баптист Искать Вам Добрый Молодец Дьякон Православный Баптист Ну ладно Я поеду Я православный Че я верующий Не буду Жать Ну правда Три литра Брусники Я не навез На таможне У меня это Перевесили Там Короче Как раз Она Но красную икру Я забрал Ну она Ценнее Намного Это Поверьте Привез Красную икру И пришел Туда До дому А там Все верующие Православные Оказывается На мое счастье Это Свет Это Оказалась Жена Наша Вообще Не была И тут Я познакомился С тетялой Петеримой Православной Бывшей Баптист С ее Детьми А там Еще и Братья были Потому что Одна из ее дочерей Была молоденькая И красивая Поэтому Братья сидели И все вот так вот Сидели вот с такими вот Евангелиями Человек Наверное Пять или шесть Я когда увидел Столько людей С евангелиями И бородатых А у меня такая щетинка Небольшая У меня только-только Сваровали Сутки Как все мои Бритвенные Примодлежности Борода у меня Хорошо росла Щетина это Я такой Щетинистый Пришел Думаю Как же я так Приду Не побрившись А то Смотрю Все с бородами Правда Это Пришел Анатолий Кузьмич Весь Прям Выскобленный Я подумал Ух ты Если бы я был Такой же Скобленный Это что же Мне с Сарницким Пришел Тут брат Алексей Начал Сразу О бороде Говорить Я говорю Ну борода И борода Что тут такого Да ты что И борода Это обличение Это знаешь Разумление Кому Хотя бы Жене Близким Друзьям Я говорю Да у меня Что жена А потом Подумал Думаю Я не знаю Ничего этого Он говорит У меня жена Вообще Меня бросила Из-за бороды Я прям Из-за бороды Да У него Из-за бороды Прям бросила Я говорю Да это Что же такое Так зачем Такая жена В том то и дело И я так задумался Глубоко Взял опять Перечитал Это левитом Левитом Ну а левитом 19 и 21 главы 19 и 27 И 21 5 Не касаться И не стричь Края бороды Своей Написано Я говорю Так это для меня Что ли сказано Ну конечно Для тебя И все И с тех пор Это было 29 декабря 1995 года Я никогда Не касался Края бороды Своей Вот у меня Такая борода Все говорят Да у тебя должна быть Не меньше чем До пяток Это конечно Все бритые Говорят об этом Совершенно Причем Естественно Я говорю Да нету такого Они боятся Что у них борода Громная вырастет А он думает Что она будет Расти без конца Да да Они Да у нас знаешь Как растет Я говорю Ну и сколько ты растешь 3 месяца У меня вот такущая Не как у тебя Я говорю Вот такущая Это кто у тебя Вот такущая Непонятно Что там у тебя Было такущая Поэтому Священники Наоборот Меня побудили Искать Самому То есть Их Совершенное Молчание И ничего не делали Побудили меня Все время Искать А у них Только одно Причащаться Как можно больше И исповедоваться Как можно дольше Все Давай Прочти еще Заобличаемся И сами Подобляйте Эвангелие От Матфея Восьмая Глава Пятая Шестой Стихи Когда же Вошел Иисус Капернаум К нему Подошел Сотник И просил Его Господи Слуга Мой Лежит Дом В расслаблении Жестоко Страдает Толкованием Сотник Сей Это мы читали Седьмой стих Иисус Говорит ему Я приду И исцелю Его Толкование Сотник Не принес Слуги На одре Веруя Что Христос Может исцелить Его И заочно Восьмой Десятый Стихи Сотник Отвечая Сказал Господи Я не достоин Что бы Ты вошел Под кров Мой Но скажи Только слово И выздороветь Слуга Мой Ибо я Подвластный Человек Но имея У себя В подчинении Воинов Говорю Одному Пойди Идет Другому Приди Приходит И слуге Моему Сделай То Делай Услышав Сие Иисус Удивился И сказал Идущим За ним Истинно Говорю вам И в Израиле Не нашел Я такой Веры Толкования Если Я Говорит Будучи Сам Раб Царя земного Повелеваю Подчиненным Мне Воинам То ты Тем более Можешь Повелевать Смертью И болезнью Так Чтобы Они Одного Оставили И обратились На другого Ибо Ибо Телесные Болезни Суть Воины И Мстители Бога Вот Почему Христос Удивляется И говорит Я И в Израилетянах Не нашел Такой Веры Как в Этом Язычнике Удивляется Господь Вере Язычника Как Весьма Велик И Говорит И В Израиле Не Нашел Я Такой Веры Да Ибо Телесные Болезни Суть Воины И Мстители У Бога Вот Я Каждый Раз Николай На еду У него Нога Болит Она Говорит Да За что Мне Это Все Ей Надо Этой Ноге Болит И Болит Написано Мстители И Воины У Бога Нет Я Не Говорю Никогда За что А я Говорю Что Просто Болит Ну А Что Ей Надо Ты И Говорю И Слава Бога К ноге Обращайся А что Тебе Надо Че Ты Болишь Че Ты Болишь Какая Правая Левая Болит Чашка Болит И Она Тянет Мне Вот Правая Да Давайте На 8 стих Толкование Златоуста Послушаем На 8 Итак Что же Говорит Сотник Не Достоин Я Чтоб Ты Вошел Под Кров Мой Послушаем Это Мы Намеревающиеся Принять Христа Ведь И Ныне Можно Его Принимать Послушаем И Поревнуем И Привим С Таким Же Чанием В самом деле Когда Ты Принял Бедного Алчущего И Нагого То Принял И Напитал Христа Самого Но 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 Только Скажет Скажет Кто Нибудь Если Сотник Так Думал Дело В Том Ведь Одобрил Ли И Подтвердил Ли То Христос Хорошо И Весьма Благоразумно Ты Говоришь Итак На это И Посмотрим И Мы Найдем Здесь То Что Случилось С Прокаженным Прокаженный Сказал Если Хочешь И Мы Удостоверяемся Во власти Спасителя Не Только Через Прокаженного Но И Через Глаз Самого Христа Потому Что Господь Не Только Не Ответ Такого Мнения Но Еще Более Подтвердил Его Когда Для Утверждения Его Присовокупил Излишнее Слово Сказав Хочу Очистить Равно Здесь Надо Посмотреть Не Произошло Либо Чего Либо Подобного И Действительно Найдем Что И Здесь Случилось То же Самое В самом деле Когда Сотник Сказал Такие Слова Из-за Свидетельства О Такой Власти Спасителя Тогда Господь Не Только Не Осудил Его Но И Одобрил И Даже Более Нежели Одобрил Евангелист Не Сказал Что Спаситель Похвалил Только Слова Сотника Но Показывая Важность Похвалы Говорит Что Он Даже Удивился И Не Только Удивился Но В присутствии Всего Народа Представил Другим В пример Для Подражания Видишь Как Каждый Из Засвидетельствовавших О Господней Власти Восхваляется И Дивился Народ Его Учению Написано Матфея 8 Глава 28 Стих Поскольку Он Получил Как Имеющие Власти И Христос Не Только Не Обвинял Их Но Еще Сошел С С Ними С Горы И Через Очищение Прокаженного Утвердил Их Мнение Опять Прокаженный Сказал Если Хочешь Можешь Очистить И Христос Не Только Не Обличил Но Врачу Я Его Так Как Он Сказал Очистил Его Так Ж И Сотник Говорит Только Скажи Слово И И Иисус Удивился Ему И Говорил Во Израиле Нашел Такой Веры Десятый стих Десятый Последний То есть Постоянно Идет Здесь Можем Вопрос Задать Почему Говорится О сотнике И говорится О прокаженном Представь Сотник Он Вообще Надо полагать Язычник Сотник Сотники Это были У римлянских Воистов Он говорит Построил Нам Синагогу То есть Он Сошелся С языческим Народом Стал Как празелит Ему Понравились Вот видать Братские Отношения Законы Вот эти Он Увидел Очень много В них Как сотни Корнили Почему Сотники Надо Тоже Это Исследовать Почему Можно Исследовать Я думаю Можно Они Вошли В Израиль Были Они Просто Не как Завоеватели Даже А как Сейчас Называют Голубые Голубые Береты Береты Не голубые Береты Как они Называются Голубые Каски Миротворцы Называются Да Они туда Зашли Чтобы Не было Гражданской Войны В народе Израильском Потому что Они имели Договоренность С евреями Римляне О том Что будут Другу Помогать Вот они Помогли Помощься Помогли Зашли Вошли Во все Города И стояли Там А народ И еврейский Он особенный Ведь не все Были До такой Степени Озлоблены Как зелоты Эти тенджарщики Которые убивали Почему Почему Мы видим Нигде Пророки Не призывают Восстаньте И там Парамодители Давайте Свергайте Нету Такого Понятия У настоящих Пророков Которых Мы видим Не об этом Речь шла Мы видим Пророки Иеремея Тот вообще Сказал Идет На нас Придет С севера Сдайтесь В плен И будете Все живы Господь Призвит На вас Ни один Голос Вашей головы Не пропадет Только сдайте С плен Вот как Говорили То есть Совершенно Противоположно Даже То же самое И Христос Пришел И они Пытались Его Подначить Одно Там говорили Про Подати Там говорили Потом Другие Пришли И сказали Рассуди нас С братом Вот кому Имение достанется Сколько И Господь Берет На это ли Поставлен я Чтобы судить Вас Рассуждать Кому Сколько Поставлено А для чего Ты пришел Да я Спасти вас Пришел Души ваши Спасти Пришел И написано Пришел Не судить Но спасти Написано Поэтому И здесь Мы И здесь Мы тоже Видим Что Вот этот Сотник Хоть он Относится К язычникам Видя Веру Что Действительно Вера Есть Он не стал Таким Отвечать На вопрос Господу Когда Господь Сказал Я От мира Другого Когда Иного Когда Пилат 18 Глава Евангелия Таана Сказал Что Есть Истина Спасибо Да Не что Есть Истина Кто Есть Истина Только Только Живой Разумный Ну не Человек А Существо Скажем Сущность Живая Разумная Может Показать Как тебе Прожить Правильно Пилат А он Хотел Быть Очень Справедливым И видно Что он Христа Защищает И в то же Время Боится И вот Это в нем Справедливость И Его Поражение В правах Оно Вот это Постоянно На него Действовало И конечно Он Как так Как поклонился Язычникам То есть Идолы Идолы Есть Ничто Он так К ними Относился Этот Сотник Мы видим Не так Относится Как этот Прокаженный Но он Иудей А сотник Язычник То есть Вот здесь Господь Соединяет Соединяет И язычников И иудеев В одно Во что Вера В то Что Вера В него В самого В Господа Один Сам Исцеляется Другой Ребенка А что Выше Я хочу Сказать Другого Вот За ребенка То что Римский Сотник Поступил Выше Так Золотов Я еще Послал Кого К нему На встречу Как бы Боясь Что Как я Прикоснусь Ну где Это у нас Может быть Такое Ну такое Может быть И бывает Через Кого-то Где-то Пока Мы не видим Такого У нас Ну а Такое Отношение Благоговейное Должно Быть У нас Господу Мы не Должны Так Западебратски Вот Как Этот Священник Обнял Своих Прихожанок За шею И стоит Улыбается Мы знаем Христос Такой Никогда Не будет Никогда Мы так Его Не обнимем Как Все Пишут На груди У Христа Вы Разговариваете Да Не заговаривайтесь Во-первых Когда Господь Предстанет Апостол Петр Господа Сколько видел И то На горе Фавор Так называемое На горе Фавор Никто точно Не знает И то Говорил Сам не зная Что говорить А что Говорил Давай Господи Монахами Станем Мы тут Нам хорошо С тобой Мы тут Троем Будем А ты Будешь Постить Кто Нам еще Нужен И говорит Написано Говорил Не зная Сам Что Говорит А С вами Хорошо И Моисей Илья Будут Да Дорогой Ты Ты исправился Господь Тебя исправил Да где бы мы сейчас Мы то были Ну я то тоже Хочу лицезреть Христа Но потом Господь Когда спустился С горы Они думают А для чего Это сделано Он говорит Сейчас молчите Потом И они спускаются С горы И вот девять стоят Посреди огромной толпы И не могут Разрешить вопроса Не могут Девять апостолов Которым Господь все доверил Без Такой попался Чудной По силе Никак И в этот момент Господь подходит И написано И народ удивился И Златоуст дает толкование Чему удивился Там два толкования Одно из них такое Что Он очень вовремя подоспел А другое Что какие-то отголоски Еще сияние были на нем То есть Как-то он Выглядел Видать Очень светло И взгляд У него Это лицо Но Мне больше нравится Конечно Что он подоспел Вовремя Когда уже Апостолов Совсем Совсем было Победили Эти недруги И один из них Был конечно Отец Отрока Который воскликнул Такими словами Которыми Люди скажут А мы тоже Так можем легко Воскликнуть Нет Не воскликните Как он сказал Помните Верую Господи Помоги Помоги моему Не верю Помоги моему Не верю Как так Так ты веруешь Или не веруешь Непонятно Верую Господи Помоги моему Не верю То есть Верую Так в общем Я понимаю Но когда Ты вот Сейчас Скажешь Ну Наверное Все таки Ты сможешь Я вот это Вижу По глазам твоим Или как он там И Господь говорит Да род Неверный Прелюбодеями Доколе я буду С вами Доколе я буду Терпеть вас И тут Тотрак Вот он валяется Перед ним Господь спаситель Он конечно Тянется Быстрее ему помочь Но для того Чтобы вразумился Народ Вот это Немножко Немножко Еще Показывает Как его Вот это Все корежит Эта вот пена Это посмотреть Когда простой человек Взрослый А это маленький ребенок Вы видели Хоть раз Как это делается Вот я не видел Слава Богу И не хотел Так это Это вы видели Только какие-то Движения А он То в огонь То в воду бросается Вы понимаете Что он там вытворяет Ну фильм показывает Там он вытворяет Ревьем Такими глазами Страшное дело Но там может быть Даже и не так было Все Люди понимали Что Ну никто его не излечит Ну кто А теперь давайте Представьте Пример Распутина У царя Вы понимаете Кто такой царь Единственный наследник Царевич Алексей И он болеет Гемофилия Несворачиваемость крови То есть Единственное Вот такая вот Ранка Как у меня Или как у Никиты И все Кровь не останавливается Течет Течет Сочится Сочится Человек теряет силы Постоянные боли И так далее И вдруг приходит Человек Который Помолился Подержал тебя за ручку Погладил по голове И Ухар Все прекратилось И причем Замечают Кровь начинается Никто не может помочь Только он подходит Помолился И прекращается И что вы будете делать Над этим От кого это Ну Дружно можем сказать Конечно От сатаны Господь уже говорил А тогда Дети ваши Чьи силы Изгоняем бесов Как бы вам не согрешить Сказал Гамалиев А если это от Бога Если не от Бога Разрушится И тогда Мы видим дальше Как поступает Этот человек Распутин Григорий Он говорит Царю Еще ничего неизвестно Царь Не воюй Прошу тебя Вот Будет какая там война Не воюй Почему Если будешь воевать Погибнешь Ты Семья твоя погибнет И я с вами Вместе погибну Потом Началась война Все И он ему дает Последнее пророчество Говорит Уже перед смертью Говорит Вот Государь Я тебе говорю Слово мое Если я умру То и династия Вся твоя погибнет И сын погибнет Твой Он уже хорошо Его узнал Царя Какой он есть Господь Последнее мгновение Этого Императора Нашего Николая Второго Послал ему Настоящего пророка Именно для его семьи Никто ничего не понял И когда он туда ехал Ему говорили Ты куда едешь Григорий Ты что Там же светское общество А он тогда посмотрел на всех Поднял палец И сказал А Бог А как же Бог То есть надо полагать Что человек был верующий Конечно И он понимал Что Какое-то призвание идет Ну и там Тем более Вот такие примеры Есть у нас Это вот современные Примеры И все сейчас Ой да как Да что Да если человек Останавливает войну Ну до конца Останавливает Не так как Ленин Останавливал За золото Кайзера Вильгельма А потом Как только Захватили власть Сразу объявили полную мобилизацию Захватили все склады С вооружением И долбили они Этих белогвардейцев И Результаты всего Гражданская война Вот сейчас Сказываются Последние сведения Столько было вооружения Почему победили Так Краснодар Эти Большевики В Петрограде Было столько вооружения Столько снарядов Что Их хватило еще До 30-го года Для научения На всякие войны Там эти конфликты мелкие Не то что На гражданскую войну Представляете Сколько там Наготовлено было У царя-батюшки Вот эти шлемы Островерки Которые Буденоками назвали Это было Перевооружение Русской армии Новейшие пушки Там были Винтовки Пулеметы Все было уже готово Для генерального Там наступления Русской армии Все большевики Захватили Все склады Вооружили Голодранцев И всю страну Поставили Не просто На колени А положили На спину И топтались По животу Как хотели И по голове А теперь Конечно Украинцы Говорят Нам не надо Началось Через большевизацию Это понятно Чего вы там Царя-батюшка Что ли Не любили А теперь Уже Нахлынуло Там уже Все Уже Москали Путин Буквокрит И так далее Сколько Ну еще Четыре Час Четыре Прошло Я уже закруглялся 11-12 Стих Говорю вам Что многие Придут С востока И запада И возлягут С Авраамом Исааком Иаковом В царстве Небесном А сыны Царства Извержены Будут Во тьму Внешнюю Там будет Плач И скрежет Зубов Толкование Не сказал Что многие Язычники Возлягут Дабы не оскорбить Иудеев Но сказал Прикрытно С востока И запада Об Аврааме Упомянул Для того Чтобы показать Что он Не противник Ветхого Завета В котором Жил Авраам Названием Внешней тьмы Показал Что есть И внутренняя тьма Легчайшая Первая Ибо есть Степени И в муках Иудеев Называет Сынами Царствия Так как Им даны Были Обетования Исход 4.22 Так Говорит Господь Бог Еврейский Израиль Есть Сын Мой Первенец Мой Златоуз Говорит Еще так После того Как спаситель Совершил Могич Сам Беседую С народом С большей Уже Свободой Потом Чтобы Кто не Подчел Его слова Залезть Ну Чтобы Все знали Что сотник Точно Такого Был Расположение Говорит Так И день И как Вера Будет Тебе И дело Свидетельствующее О таком Расположении Его Тот Час Последовало И исцелился Тот же Час Что же Случилось Тот Как и Матвей же говорит, что он сам пришел и говорит, я недостойный. Некоторые говорят, что это разные лица, хотя они много имеют сходного. О том говорится, что Лука 7 глава 5 стих, что он любит народ. А об этом сам Иисус говорит, что в Израиле не нашел такой веры. О том не сказано, что многие придут от Востока. А откуда вероятно, что он был иудеем? Что же сказать нам на это? То, что такое решение легко. Спрашивается только, истинно ли оно. Я думаю, что это одно и то же лицо. Но отчего же, скажет кто-то по свидетельству Матфея, он сказал, недостойный я. По свидетельству же Луки послал за Христом, что пришел. Кажется мне, что Лука указывает нам на лесть иудейскую. И на то, что люди, к несчастью, будучи непостоянны, часто переменяют намерение. Весьма вероятно, что когда сотник хотел идти, иудеи воспрепятствовали. Стя ему и говоря, мы сходим, приведем Христа. Смотри, и самая просьба их исполнила лести. Так как, они говорят, он любит наш народ и синагогу. И не знают даже, за что нужно похвалить этого мужа. Им надлежало бы сказать, что он сам хотел прийти и попросить. А мы воспрепятствовали, зная его несчастье. И видя лежащее в доме тело, и таким образом надлежало бы представить величие его веры. Но об этом они не говорят. Да, как интересно, Златоуст все разбирает. Сами бы вы не дошли никогда до такого. Вроде все нормально, так нет. Не то должны были сказать, не то, не то. Духовного-то нету ничего. Зачем это говорить-то? Синагогу построил и так далее. Он верует в тебя, хотел прийти, нужно говорить. Но мы тут ему как бы подсобили. Ну тут бы вопросы начались, а что вы ему подсобили? Что же он с вами не пришел? Ну потому что мы-то уж поверим, веруем-то покрепче, чем он. Тут ясно уже к чему иудейская лесть ведет. Сказать, что мы лучше. По зависти они не хотели обнаружить веру того мужа. Но чтобы призывающие, Гай, не подшли за какого-нибудь великого человека, они решились лучше помрачить добродетель его, за которого пришли просить, нежели обнаружить веру этого человека, и исполнить то, за чем пришли. Зависть легко может ослепить ум. Это относится очень сильно к нам. Нам иногда почему-то кажется, что мы-то лучше бы сделали. А нужен ли ты там или нет? Собака-то шерстяная. Никто не знает. А кажется, я там не нужен. Правильно не нужен. Все уже сделалось. Нет, надо влезть и письма подложные писать, пророков всех поднять, даже из могил. И так далее. Так у нас зависть начинается. Да подожди ты, может помолиться стоит? Подойти к человеку, на которого ты завидуешь, да и спросить его, в чем дело-то. И глядишь, вместе, дружно, сообща, с советом, тело сделается, построится нужное. Нет, завидуем. И вот видим, уже в таком деле, уже смерть наступает. И решили стать посредниками между Христом и человеками. Как это похоже на нас. А Господь им потом скажет. Еще будет это, когда Он скажет им. На Моисеевом седалище. Седалище, Моисеево, Хрисеево. Так, и дальше что? Вот, сели книжники и фарисеи. О чем говорят, слушайте. А по делам не поступайте. Ибо. Они говорят. И не делают. И даже перстом не хотят пошевелить. Вот, как написано. Положили времена, не у нас было сильное. А сами перстом не хотят двинуть их. И потом дальше говорит. Гробы полапленные, гробы окрашенные. Люди ходят рядом, а гробы ходят. Пещеры, гробницы пещеры. И они там все украшены. Ну, там своими орнаментами. Все у них. Люди ходят везде рядом с ними. О, смотрят. О, покойник и так его там любят. Все там украшено. О, столько свидетельств. Там орденов у него сколько. А вы не знаете, что там полно хищений и неправды. Все это. Они скажут. Это не мы убивали. Вернее, отцы наши убивали пророки. Пророков. А мы-то не такие. Вот вы, говорит, сами свидетельствуйте. Что отцы ваши убивали пророков. А вы змеёныши порождения их. Вы убьёте праведного. Того, кто пришёл спасти мир. И того, кто пришёл предвозвестить пророка. Который вообще ничего не сделал никому. Кроме одного. Он обличал, обвинял и доказывал. Очень мне это понравилось. Обличал, обвинял и доказывал. А у нас как-то сразу мы действуем. И потом сёстры нам говорят. Ну, чего вы так вот резко? Правильно говорят-то они. Оказывается, сначала помягче. Немножечко, так сказать. Поддавить. На нужные струны. А потом-то уже обвинение. А потом ещё и доказательства. Много надо знать. Я хочу сказать, Игнатий Иванович вот точно на таком... Точно по этим пунктам составил, когда мы были в епархии, свою речь. Он сначала обличал, то есть каноны поднял, всё. Примеры там показал. Потом прям обвинять начал. До чего дойдёт это. Несколько примеров привёл. И постоянные доказательства у него шло. Постоянно каноны, каноны, каноны. Ну, потому что на каждое обвинение как бы надо предоставлять тут же уже... Библия и каноны. Да, Библия и каноны. Ну, а каноны все по Библии. Там однозначно. Там прям берётся как закон. Ну, любовь есть исполнение закона. И всё, и всё придёт к проповеди в конечном итоге. Они не захотели проповедовать Христа. А он Христа будет проповедовать ещё. Этот человек. Ну, в принципе, здесь как бы всё. Ну, можно всё уже. В каком стихе закончили? Девятнадцатый. Я девятнадцатый прочитал. Плач и скрывает зубов. Двенадцатым стихом закончили. С тринадцатого начнём. Матфея 8, 13. Можно тринадцатый стих прочитать. Тут короткое блоковарие. Чтобы не деться. И сказал Иисус сотнику, иди. И как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Фолкованин. Сотник в тот же час, возвратясь в дом свой, нашёл слугу своего здорового. Исцелив словом, Господь показал, что истинные слова его и об иудеях изгнаны будут. Так, вот такой манипель. Иисус в вашем сердце. Четырнадцатом стихом. Сотниши сердце. Семсот девяносто один. Не помню. Покройте. Вот. Семсот тринадцать. Семсот девяносто один. Семсот девяносто один. Готов? Да. Иисус в нашем сердце нам молодым. Нет лучше той доли, чем быть вместе с Ним. Иисус в нашем сердце, мы с Ним живём. Он нам скала и опора во всём. Он в нашем сердце. Он лишь один. Дивный учитель, мы счастливы с Ним. обмыты мы кровью, обмыты мы кровью, Его дорогой. Иисус в нашем сердце, спаситель благой. Иисус в нашем сердце. Радость лишь в нём. Иисус в нашем сердце победа над злом. Радость детская не даст ничего. Лишь с Иисусом имеем мы всё. Иисус в нашем сердце. Он в нашем сердце. Он лишь один. Дивный учитель, мы счастливы с Ним. Омыты мы кровью, Омыты мы кровью, Его дорогой. Иисус наш спаситель, спаситель благой. Иисус в нашем сердце. Он ждёт тебя, даёт тебе счастье, лишь Он навсегда. Прими Его в сердце, следуй за Ним. Тебе предлагает Он дивный свой мир. Он в нашем сердце. Он лишь один. Дивный учитель, мы счастливы с Ним. Омыты мы кровью, Его дорогой. Иисус в нашем сердце. Спаситель благой. Аллилуйя. Доброе благо. Иди. Господи, Христос. Спасибо. Волосы прекрасны. Нога. Волосы. Сын и Святого Господа. Господь, наш Бог, Иисус Христос, благодарим Тебя за это братское общение, за то, что позволил Ты нам и в этот день преклониться урок Твоих и слушать божественные слова Твои и Святого Евангелия. Дай нам, Господи, всё услышанное здесь заполнить. Дай нам веру, всё это принять. Дай нам силы, чтобы всё это исполнить. И доведи нас на Царство Небесное. Хвала Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, благодарим Тебя за то, что удачно прошла операция сестры нашей. Слава Тебе. Продвигай её года жизни, если угодно Тебе. Слава Тебе. Да будет на всё Твоя святая воля. Аминь. Аминь. Иерусалиме. Слава Бога Господня. На Тебе, Босия. Ликуй ты, не веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородице. А восстание Рождества Твоего. Аминь. Слава Вашу. Аллилуйя, Господи. Аллилуйя, Господи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.